Новенький трактор «Беларусь» уже показывает себя в действии. Обновить автопарк удалось благодаря господдержке крестьянско-фермерских хозяйств в Приморье. Треть от затраченных на новую технику средств выделил краевой бюджет. Осваивает трактор сын фермера Александр Марущенко. Свои 22 года он даже не планирует переезжать в город. Здесь, на родной земле, помогает отцу в животноводстве. Начиналось все с двух телят. Сейчас стадо насчитывает 58 коров. Их молоко, сметану и творог знают далеко за пределами села Новососоевка Яковлевского района. Мы уже 10 лет работаем, поэтому клиенты знают наш товар. Все свежее каждый день, поэтому идут, покупают. Наши маленькие хозяйства, они хороши в том виде, в котором они существуют сегодня. Это значит именно продукция из первых рук. Переработка, ну самое-самое малое. То есть творог, сметана домашнего производства и молоко цельное, вот они имеют цену. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр признается, выйти на рынок других крупных городов Приморья пока не удается. Наращивать стадо молочных коров накладно. Да и с реализацией большого количества продукции возникают проблемы. Молокозаводы скупают у фермеров молоко по самым низким ценам, которые даже не окупают затраты на корма животным. Цена, конечно, мы с ней не согласны, но тем не менее мы готовы работать за ту цену, за которую у нас покупают. Ну вот мечтаем работать с молокозаводом, но только на росте мы поголовье, у нас все уходит в лед продукция, и мы никак не можем. Но все-таки опять мы стараемся все-таки выйти еще и для молокозавода, хотя там цена очень низкая. В администрации Яковлевского района проблемы развития сельского хозяйства обсуждают в открытом диалоге власти и фермеры. Федеральными и краевыми программами надо пользоваться, отмечают департаменты сельского хозяйства Приморья. Они рассчитаны как для начинающих фермеров, так и для тех, кто расширяет производство. На сегодняшний день есть два программных мероприятия. Первое программное мероприятие – это начинающий фермер, второе – это развитие семейных животноводческих ферм. Это два разных направления. В одном участвуют фермеры, которые до двух лет зарегистрировались, то есть в течение не превышающих 24 месяца со дня регистрации. В другом уже зарегистрированные фермеры участвуют, те, которые ведут производство. После бурных обсуждений решили создать в Яковлевском районе кооператив, который объединит всех фермеров района и поможет им вывести крестьянско-фермерские хозяйства на другой уровень, а также помочь реализовывать излишки продукции тем, кто выращивает ее на приусадебных участках. И местные пчеловоды, и животноводы смогут в ближайшее время покорять своей брендовой продукцией весь Дальний Восток. Надежда Арсеньева, Максим Евсеев, Панорама.